так что я забрала свою кроссовку иду распаковывать давайте будем распаковывать на коробке здесь есть гарантийный талон упаковка пришла в хорошем виде не мято без дополнительной упаковки сверху конечно но в целом в целом отлично так инструкция инструкция вот такой внешний вид упаковки здесь у нас идут разные гребенки декеры бросовой нить это по моему держатели такие надежды для нити дополнительный по бокам ставится счетчик нити держатель какой-то он немножко знаете как будто ржавый довольствуемся чем есть так сейчас каретка отлично вместе с обратной стороны так и сама машинка кстати я недавно узнала что эту машинку можно разбирать посередине вот здесь по моему откручивается и ее можно складывать пополам то есть она вообще легкая ее можно брать с собой куда-нибудь почему я ее взяла именно эту модель а потом подробно буду вам рассказывать как раз таки и потому что я могу взять с собой в грузию я собираюсь в грузию и мне нужна переносная машинка такая легкая и это была одна из причин почему я опять же выбрала лк-150 она не устраивает во всем карте и плюс ко всему она очень легкая и еще даже она складывается думала так и возить ну как бы целиком да а еще у нас даже складывается так что давайте поподробно немножко расскажу точнее поподробнее а наоборот и вкратце расскажу почему все таки я выбрала лк-150 у меня как вы знаете кто уже был на меня подписан на мой прошлый визуальный канал монолинги есть еще один визуальный канал я его сейчас не веду но там у меня было подробное видео а почему я выбрала лк-150 скорее всего я его оттуда удалю перезагружу на этот канал потому что тот канал я больше вести не собираюсь для меня было много плюсов этой машинки так как я новичок в вязании на машине эта машина очень проста в использовании она легкая компактная легко ее освоить плюс в том что она почти берет любую пряжу она вообще одна из самых непривередливых моментов машин вяжет как фактурную пряжу буклея травку вяжет достаточно тонкую пряжу это четвертый класс и вот в этом плане она очень-очень удобная вот я какой мне вообще был выбор машинках я сначала ну так я прошлом году продала свою машинку мне уже найти было стыдно кому-то говорить что я опять хочу вязать на машине скажут вообще какая только мы купили продали и опять я хочу через почти год опять хочу взять на машине я думала возьму какую-нибудь простую машинку я уже становилась на фирме северянка это вообще советские машинки визуальные они тоже в принципе есть еще в хорошем качестве на вида можно найти даже можно эти новые машинки северянки я как-то поздно видео девушки и она вяжет на северянки купила за 5000 буквально у какой-то снизу 2 вообще на авито и она пришла в хорошем состоянии на этом подредактировала почистила смазала по новой и отлично вязала классные плечевые изделия на показывал это видео я думаю блин ну даже на северянке это классный можно вязание вязаные изделия связать и потом короче я думал северянку я пересмотрела кучу объявлений на авито мне ничего не понравилось многим писала мне вообще еще большая проблема у нас на авито что у нас нет нормальных продавцов никто не заинтересован в продаже все отвечают сухо никаких теперь не фотографии не видео неподробных фотографий каких-то дополнительных никто не хочет скидывать мало того еще отвечать нормально не хотят не то что скидывать короче я потом ладно подзабил эту северянку потом я наткнулась на машину иналса иналса это индийский аналог бренда brother я думаю что все броневого вы знаете кто вяжет на машинке это одна из один из самых популярных брендов на резон популярных брендов типа как силверит и brother это японские машинки тоже очень хорошего качества они самых лучших их сейчас тоже уже не пускают по моему с 2010 года если я не ошибаюсь и иналса это аналог брата то есть эта машина пятого класса с такой же большой кареткой очень плавно у нее ход в общем все отлично я начала искать такие машинки на авито нашла нового абсолютно запакованную ни разу не использована за девять с половиной тысяч в москве тут начались проблемы с доставками никто не хотел отправлять ее авито доставкой так как эта гарантия была бы для меня я не хотела я не хотела покупать по-другому там транспортной компанией как еще потому что очень часто могут кинуть на авито остаться без денег и без машинки и мы говорим только авито доставкой общем я перелопать опять же кучу объявлений никто нормально мне не отвечал одна женщина который я хотела купить эту машинку новую за девять тысяч она потом я с северянки да как бы за пять тысяч уже перешла киналс там до десяти думаю ладно пусть будет подороже но все равно не так дорого да вроде бы что такое ну как бы до десяти тысяч принципе нормально я перешла к этому бренду было не очень много объявлений на авито на самом деле их уже не так много их тоже давно не пускают они еще советского союза кто их накупил кому-то подарили в то время и у кого-то они вообще лежат запакованные новый я искала в основном новые запакованы не знаю почему мне это будет обзика вот хочется не новую машинку вина никто вот абсолютно никто мне нормально опять же не отвечал эта женщина вроде бы уже согласилась мне отправить сначала не знаю я не отправляю доставка я не умею я как-то вроде бы уболтала отправить потом мы уже а я уже оформила покупку все она мне пишет а у меня нету карты я говорю ну может быть вы кого-нибудь поспрашивать и у знакомых там у родственников у детей кого-то например взрослая женщина была я на родине ждала я и пишу ну так что вы отправляете мне машинку а напишет мне у меня нету карты я с психу все отменяю заказ пусть мне обращают деньги обратно деньги пришли еще дальше уже перешло на 15 тысяч до уже следующие машинки прям были только такой такой ценовой категории те же и наса я думаю ладно рассмотрю их нашла пару вариантов новых запакованных машинок но опять же никто не хотел запариваться и тащить такую машину на почту и отправлять убить доставкой мне все говорили разную информацию в интернете очень мало информации про эту машинку я поняла приди примерный вес этой машинки 10-15 килограмм она идет в таком металлическом чехле как кейсе даже не чехол а кейс металлический то есть она открывается кейс такой большой в нем лежит машинка и снизу поддон такой идет соответственно машинка тяжелая только один мужчина согласился мне ее отправить хоть завтра хоть как хоть по авито у него была новая не ни разу не использована но оказалось там была потеряна инструкция он мне говорит можно за пять секунд скачать в интернете но я опять же так думали ну за 15000 же машинка уже без инструкции там туда-сюда как бы стоит ли она того потом у меня уже возникла такая мысль о том что она очень тяжелая как я буду ее перевозить из грузии в россию в россии в грузию например да на машине с ребенком когда едешь и так машина будет загружена всем чему хочешь еще такую тяжеленную машинку никто не будет мне таскать а я планирую как бы связать начать я надеюсь что все получится мне конечно и я начну взять нормально и постоянно и них мне хотелось только покупать машинку которая просто будет лежать в одном месте напоминать по пару месяцев руки на несколько месяцев приду в россию и она будет лежит в грузину и этого не хотела потом что я начала искать уже silver riddle к 150 у них ценник на авито примерно в хорошем качестве примерно почти в новом около двадцати пяти тысяч двадцать пять двадцать восемь где-то будет даже дороже то есть кто на что гораздо я такая блин я уже с пяти тысяч перешла на двадцать пять тысяч машинку у меня был предел 30 прямо мой потолок думал дороже точно брать ничего не буду потом начать я думаю посмотрю-ка я на озоне я в прошлом году хотела купить на озоне там есть магазин кудесница и у них можно было запросить дополнительную скидку тогда она по моему тоже в районе тридцати тысяч и мне отдавали ее по моему за то ли двадцать восемь в пределах такого по моему со скидкой но мы потом нашли хорошем качестве за двадцать три тысячи на авито у женщины нам я сняла видео как ее мама вязала при мне на машинке я смотрела что все вяжут все хорошо она в идеальном состоянии пришла вот это вот заинтересованы знаете продавец вот сравнение и мы решили купить там хотя цена была до разница в цене пять тысяч примерно вот это но мы купили на авито потом у нас была целая проблема опять же с пересылкой муж попросил своего знакомого поехать туда за и за ней потом передавали мне по-моему на блаблакаре короче вот это вот проблема с доставками вечно кого-то приходится дергать я такое не очень люблю поэтому было не очень удобно ну ладно я не продала примерно так же за такую же цену то есть я ничего не проиграла в чем плюс еще сил вреда в том что можно ее потом хорошо продать то есть она всегда польза спроса их до сих пор выпускают в отличие от брадера и от сил говорит по моему старых моделей но не буду сейчас точно говорить не помню на них есть и запчасти их чинят есть каретки короче в этом плюс это машины тоже и в этот раз я опять полезу на озон начала смотреть по ценам там были за 28 уже со скидкой новые абсолютно новые машинки из магазина там нельзя было просить дополнительную скидку видимо этому же предел был и плюс доставка было около 10 дней но знаю авито они спокойно я злобито озон они постоянно продлевают доставки я не хотела ждать еще дольше возможно я уже к этому времени могла бы уехать например я не знаю точно но может быть в конце месяца я уже уеду поэтому я думала на битку не подходит нашла другой магазин как раз таки со своей машинкой вот этой швейный что-то такое называется мир рай не мир если хотите могу ссылку под видео прикрепить где я купила в общем она была по моему без каких-либо скидок за 32 тысячи или дороже даже что-то такое в общем одна из самых высоких цен у нее было отзывы все были идеальные я посмотрела и видео многие скидали как они на ней вяжут все отзывы были идеальны просто я запретила дополнительную скидку и короче мне вышла машинка в пределах 30 тысяч как раз таки я думала а и доставка была через день то есть написано что послезавтра мы его привезем так и есть вот вчера она пришла мне сегодня и забрала один день всего лишь я ждала ее для меня это большой плюс просто ждать и долго не люблю мне нужно вот прям здесь и сейчас но все вот я и получила теперь будем потихонечку вязать я я сейчас буду смазывать маслом сейчас вам покажу я купила еще масло тоже взяла самое простое для швейных машин также на озоне мало 200 еще до рублей на стоило я в этот раз взял саковой пимпочкой потому что удобно промазывать вот эти вот пупырышки от игл сверху которые называются пимпочки вот эти вот все удобно промазывать но я в прошлом году записываю видео как я подготавливаю машинку к вязанию я его смонтирую и выставлю на своем канале как раз таки и заведут лейлист плейлист вязальная машинка лк-150 и буду с вами делиться если вдруг вам тоже тем интересно пишите мне в комментариях к этому влогу будем с вами вместе вязать вот так что я довольна своей покупочкой и 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 так девчонки первые мои мучения на вязальной машине вот что получилось сначала вязала лицевую гладь конечно же тут не без косяков я потом делала прибавки вот в этих местах тренировалась но закручивается не видно в общем делала прибавки потом делала убавки вот тут убавки идут наверх здесь были вот прибавки такой кусок получился надо больше рядов привязать потом пыталась связать узор вот этот он мне сначала не получался вот тут и немножко не понимала принцип потом принцип поняла все очень легко и очень красиво посмотрите какие переплетения получаются в разные стороны косичкой с такими дырочками я записала мини урок этот узор сделан наверно в шортс его и в рилс в инстаграме вот получается классно очень узор брата нужно высчитывать количество петель чтобы кромочные впереди в конце точнее в начале оставались по одной вот тут у меня с одной стороны получилось как бы по одной оставалась петельки а с другой стороны по 2 оставалось ну короче неравномерно вот вот здесь по 2 потому что кромочные не провязываются вот такой узор метод чаек